Как уже отмечалось, когда мы с вами рассказывали о названии курса бионика, это сочетание научно-технического прогресса и живых биологических организмов, в том числе и человека. В сегодняшней лекции я расскажу вам о так называемых чипах, для чего они нужны и как их используют в мирных целях. Вы уже, наверное, привыкли к тому, что у нас у всех есть карточки. Карточки в метро, карточки банковские, карточки скидочные. И все они действуют по принципу небольшого чипа, который содержит всю необходимую информацию, находится обычно с обратной стороны карточки. Также, наверное, вы уже слышали о том, что можно чипировать животных и даже можно чипировать человека. Про чипирование человека я расскажу в конце лекции. Это вопрос особый. А чипирование животных уже существует, это не проблема. Берется небольшой датчик. Что такое вообще чип и датчик? Это некий миниатюрный механизм. Как правило, он несколько миллиметров. Который может помещаться либо на тело животного, либо под кожу животного. Если на тело животного, либо на любой другой живой организм, это может приклеиваться в виде пластыря. И с помощью этого чипа мы получаем информацию о физическом состоянии здоровья живого объекта, либо о его местонахождении. Мы также можем вживить этот чип, заключив его в небольшую капсулу и вживив его под кожу животного. Обычно капсула эта сделана из специального органического, так называемого, стекла, которое не приносит вреда животному, не беспокоит его. Но если у нас потерялась собачка, либо кошечка, мы можем обнаружить, куда она пропала, вдруг она упала в какую-то яму, и привезти его домой. Во многих странах уже этот метод используют для детей, которые, допустим, самостоятельно гуляют в парке, либо на больших открытых территориях. Именно для того, чтобы определить местонахождение ребенка. Ничего в этом необычного нет. Вы даже уже, наверное, слышали, что в ряде телефонных компаний, телефонных операторов существует такая программа. Называется она смешарики, где вы можете смотреть у себя по мобильному телефону, где находится ваш ребенок, или где ваш ребенок потерял мобильный телефон. Допустим, он оставил у друга. И вы смотрите, что сигнал в таком-то районе, значит, телефон там. Так вот, все это стало возможным благодаря развитию так называемой миниатюризации электроники. Когда мы уже можем с помощью различных технологий и современной техники получать небольшие микросхемы, которые содержат у нас большое количество информации, и используем ее в тех целях, которые нам привычны. Если говорить о чипировании мозга человека, то возникает много вопросов, и многие начинают содрогаться, потому что считают, что это способ воздействовать на человека и держать его под контролем, практически управлять им. Но не нужно этого бояться, потому что мы все же живем в разумном современном обществе, и такой термин, как чипирование человека, на самом деле ничего опасного в себе не несет, потому что с помощью чипирования можно человеку дать возможность видеть при утере зрения, и это так называемый наноглаз, о котором я вам расскажу отдельно. Это дает человеку возможность возобновить слух при утере слуха, это так называемое наноухо. Это дает человеку возможность вернуть обоняние при утрате его, это так называемый нанонос. Все это сенсоры, датчики или миниатюрные объекты, либо некоторые их называют чипами. То есть это некое устройство, которое нам позволяет передавать нужные сигналы в мозг, особым способом их трансформировать и возвращать человеку утраченные способности. Почему же так сложно с человеческим мозгом? На самом деле это самая наша, скажем так, важная часть, это наша особенность, которая нас отличает от всего животного мира, потому что мозг – это наш разум, это наш интеллект, и это настолько важная и сложная составная часть человека в целом, что очень страшно его трогать, потому что любое повреждение может привести к утрате как-либо способностей, либо полностью превратить человека в растение, неодушевленное существо, либо привести к его гибели. Субтитры создавал DimaTorzok